Приветствую вас. Начать свой ответ мне бы хотелось того, что, как и другие эксперты, я укажу вам на то, что вы задали свой вопрос, скорее всего, не совсем по адресу, скорее всего, вы ошиблись, и написали свой вопрос в разделе психологии, хотя вам, судя по содержанию вопроса, вам нужно задавать его в разделе эзотерика. По крайней мере, так мне кажется, потому что вот это вот ваш колдует, колдует, там кто-то, и вообще это вот очень сильно напоминает эзотерическую терминологию, и, соответственно, именно они, эзотерики, то есть они, ну, могли бы вам там помочь. По крайней мере, таково мое мнение, что именно вот в плане, в плане всякого, там, колдовства и прочего эзотерики, куда лучше разбирают, что это там, вот, вроде бы, да, и маги есть, и вообще все, кто может вам помочь. То есть, поймите, вы задали вопрос, ну, вообще-то говоря, платный. Этот ваш вопрос, он платный, и мне бы хотелось, чтобы на платный вопрос вы получили, ну, как бы, полную обратную связь, а мы обратной связи вам, как никакой, вот, к сожалению, да, дать не можем, именно по этой причине. По причине того, что, собственно, у вас отсутствует именно, ну, именно психологическая составляющая, понимаете, вопрос. Теперь дальше, вы пишите, значит, собственно, про бывшую жену, вы пишите, и спрашивайте дальше, это, значит, можете сказать, кто именно из этих двух женщин копыт, и как можно спасти наши отношения. Ну, во-первых, если вам прокурорство сказали эзотерики, то не очень понятно, почему вы задаете свой вопрос в расстегу психологии. То есть психологи, ну, никак не могли вам сказать, что вашего мужчину, да, кто-то колдует, потому что психологи, это люди науки, и, ну, мы не считаем, что можно описаться на то, что не является научно доказать, поэтому хотелось бы для начала у вас немного уточнить, кто именно вам сказал и что, потому что, ну, потому что, вот, вы, значит, что делаете, вы, значит, вы, значит, секунду, вы говорите, что вы нам сказали, что кто-то колдует, да, но при этом вы не даете свой вопрос в раздел психологии. Еще раз повторю, я более чем уверен, что психолог не мог вам сказать, если это, конечно, уважающий себя, психолог не мог вам сказать, что кто-то колдует, потому что для науки кладовства, ну, не существует. И вот это вот вам, ну, это следующее тоже, что вам надо бы для себя понять. Далее, вы пишете о том, что ваше отношение, как спасти ваше отношение. И здесь, соответственно, у меня уже к вам возникает вопрос с позиции психологии, то есть, вот, чтобы вы правильно понимали ситуацию. Вы задали нам вопрос в раздел психологии, я бы сказал, соответствую вам именно с позиции психологии, не с позиции эзотерика, промышленно я таковым не являюсь, я не эзотерик. Значит, что вам можно сказать, ну, во-первых, если ваше отношение нуждается в том, чтобы их спасать, если ваше отношение нуждается в том, чтобы их нужно выручать, да, то, соответственно, получается, что у вас есть в отношениях некоторые проблемы. И вы считаете, вот именно вы считаете, что проблемы ваши в отношениях связаны как раз-таки с тем, что кто-то колдует. Давайте мы еще раз напомним вам, что мы здесь вроде бы как люди научного толка и в колдовство верим не особо сильно. То есть, не отрицая его, безусловно, не конкурируя, например, с психологами, да, и так далее, ой, с эзотериками, не конкурируя с эзотериками. Мы все же считаем, что на колдовство, ну, колдовство во многом это самовнушение. Так вот, у вас есть некоторые проблемы с вашим мужчиной, у которого, судя по всему, есть бывшая жена, и еще некоторые, ну, видимо, еще какие-то женщины есть. И эти проблемы, они не позволяют вам с мужчиной быть счастливыми. И вам это, естественно, не нравится, вам это, естественно, тяжело, вам это, естественно, неприятно, и вы хотели бы как-то эту ситуацию исправить. И мне бы, вот мне, как специалисту в области психологии, именно психологии в Сочи, хочется вам сказать так. Почему вы решили для себя, что именно в колдовстве все делали? Если возникли проблемы у вашего мужчины, то, может быть, обратить внимание стоит именно на мужчину для начала. То есть, постараться определить, в чем суть проблемы именно у вашего мужчины. То есть, может быть, у него есть какая-то неудовлетворенность, может быть, у него есть какие-то там, ну, я не знаю, какие-то проблемы у него есть. Может быть, мужчина чего-то боится или сомневается, может быть, дает о себе знать, дают о себе знать предыдущие отношения с бывшей женой и так далее. То есть, видите ли, вот именно по фотографии, да, вот что можно сказать именно по фотографии вашего мужчины, что у него проблемы внутренние. То есть, это человек, у которого есть внутреннее напряжение, понимаете? Это внутреннее напряжение. Напряжение есть у вашего мужчины. И это самое внутреннее напряжение то, что вы, скорее всего, не то, что вы не видите, но не осознаете должным образом. Потому что вы судите со своей стороны, вы судите со своей точки зрения. Я вас понимаю, я понимаю, почему вы так делаете. Но и вы поймите, что если своего мужчину вы не слышите, если своего мужчину вы не понимаете, не чувствуете, что ему, там, например, важно, да, да, что его, там, например, беспокоит и так далее, то, естественно, он будет от вас отдаляться, а вы будете считать, что вы все делаете правильно, вы все делаете верно, но вот почему-то он ведет себя не так, как вы хотите, например. То есть, понимаете, вашего мужчину что-то очень сильно беспокоит. И беспокоит его это не первый год, понимаете, не первый год. Вы его любите. Я, в принципе, вижу это в вашем глазах. Я вижу, что вы достаточно добрый человек по своему характеру, по своему настроению, по своему взгляду на какие-то вещи. Я вижу, что вы добрый человек. Но вы можете какие-то аспекты упустить, к сожалению. И вот у меня такое ощущение, что вы не только можете упустить какой-то аспект, вы еще и достаточно внушаемый человек. То есть, вам легко что-то внушить, вам легко внушить, что есть, например, какие-то моменты, какие-то мистические, может быть, немного представления даже. И вы в это поверите, вы будете к этому прислушиваться. И вот то, что вы внушаем сами по себе, да, это ваша проблема, на мой взгляд. Это ваша большая проблема. Потому что внушаемость, это то, чем пользуются недоброжелатели, Это должен пользуются недоброжелатели, когда речь идет именно о сколдовстве. Если вы понимаете, о чем я говорю здесь. То есть, как такового, как такового, сколдовства может и не быть никакого вообще. Но вы из-за того, что вот внушили себе, что может быть, как сказать, колдовство, Из-за этого, из-за того, что вы себе это внушили, Вполне вероятно, что вы уже в это верите. А веря в это, вы воссоздаете реальность именно с этим аспектом, с аспектом колдовства. Но, если вы обратились к психологу, именно если вы обратились вот к нам, То это означает, что, ну, возможно, вы хотите увидеть другой взгляд на ситуацию. Хотя, как я уже сказал, несколько странно, что вы пишете о том, Что вот вам кто-то сказал уже, что имеет место быть колдовство. Хотя, ну, я еще раз повторю, психолог этого сказать не может. Это было бы неправильно. Вот. То есть давайте мы с вами не отрицаем факт наличия колдовства и какого-то еще мистического вмешательства, да. Давайте мы все-таки с вами попробуем, просто попробуем подумать. А что объективно, то есть реально, видимо, излучаемо произошло такого, да, Что повлияло негативно на, например, Аспект в отношениях, на аспект в отношениях с вашим мужчиной. Ну, вот что произошло. Давайте попробуем подумать. И определенная проблема происходит из-за того, что вы своего мужчину не понимаете, Из-за того, что вы своего мужчину, возможно, просто-напросто не слышите, Не чувствуете, ну, на должном уровне, И не понимаете, чего же он хочет. И пока вы не понимаете, чего мужчина хочет, Пока вы не чувствуете его желание именно, У вас будут проблемы. И вы можете на что угодно на самом деле это списывать. То есть вы можете списывать это на судовство, На еще какое-нибудь вмещательство. То есть, ну, вы, если это хотите, если вы хотите, Вы это, ну, безусловно, сделаете. Просто потому, что никто не может вам этого запретить. Но, погружаясь вот в эту вот сферу, Сферу магическую, сверхмистическую, Вы рискуете получить неправильный, искаженный опыт. Потому что в этой сфере там достаточно все индивидуально, И вам, ну, всегда могут сказать, А чего вы хотите. В общем-то, мы вам, например, ничего не обещали, да, И вообще, как бы, все индивидуально, И во всем, как бы, виноваты, например, вы. Вот. Я не говорю, что это обязательно будет так, Но, друзья, советую вам об этом подумать. Если вы действительно хотите Отножение с вашим молодым человеком, С вашим мужчиной сохранить, То вы, первое, что нужно сделать, Это проанализировать вашим поведением. И второе, что нужно сделать, Это подумать, слышите ли вы его, Чувствуете ли вы его, Понимаете ли вы его, Отдают ли вы себе отчет в том, Что с ним происходит. Потому что, вот, у меня возилось ощущение, Что вы этого не делаете. И чтобы ваше отношение спасти, Я бы рекомендовал вам, В первую очередь, подумать о нем. Меньше думать о себе, И больше подумать о нем. Чего он хочет, Что ему нужно, Что ему интересно, Что ему важно, И так далее. Вот это, То, что вам нужно сделать. Как, Как психолога, Я, Как психолога, Пожалуйста, постарайтесь у меня прослушать. Если, Возникает, Такая ситуация, Что, Ваш мужчина, Отдаёт предпочтение, Ну, вот, Например, Там, допустим, Не вам, да, А, Ну, например, Своей, Своей, Своей бывшей жене, Допустим, Если, Мужчина, Ведёт себя, Именно так, То, Значит, Ему это, Выгодно, По какой-то причине, Для него, Это, Привлекательно, Для него, Это, Более, Интересно, Более, Перспективно, Чем то, Что есть у вас. Я, Рекомендую, Вам, Подумать, Именно, Об этом. С этой точки зрения, Подумать. Подумать о том, Почему мужчина, С его субъективной точки зрения, Не с точки зрения, С колдовства, А именно, С его, С его, С его точки зрения, Почему мужчина, Стал вести себя так. Ну, Ведь он же вам, Как-то, Своё поведение, Объясняет, Правильно, Он же вам говорит, Например, Что-то, Что, Заставляет вас думать, Что ваше отношение, Нужно спасать, Правильно, Он вам что-то говорит. Ну, Вот, И, Если он вам что-то говорит, Значит, Совершенно, Логично, Предположить, Что он вам говорит о том, Чего он хочет. И, То, Чего он хочет, Ваш мужчина, Не идет, Как бы, По направлению к вам. То есть, Это идет вразрез, С вашими интересами, Например, С вашими желаниями, Например, И, Тогда, У меня к вам, Вопрос, Будет. На мой взгляд, Вопрос, Совершенно, Ну, Логичный. А, Чего же мужчина все-таки хочет? Что ему нужно? Попробуйте на уровне, Рационализации, На уровне рациональности, Используя, Ту же, Ту же модель, Восприятия мира, Что и ваш мужчина, Попробуйте понять, Что ему нужно, Чего он хочет. И это будет ваш станс, Спасти отношения. Видите ли, Вспожицы и психологии, То, Что вы говорите, О колдовстве, Это, К сожалению, Является подспутным интересом, Ой, Подспутным желанием, Подспутным желанием, Значит, Перенести ответственность в себя, А вы, Стали одной из причин, Изменения поведения мужчины, На кого-то другого. И вот это очень плохо, Потому что в отношениях, Нужно нести ответственность, Именно и только, За себя, И за любимого человека. И вот об этом, Я тоже, Очень рекомендовал бы, Вас подумать. Ну, А на этом все, Я надеюсь, Что, Помог вам, А именно, С позиции, Психологии, Я постарался ответить, На ваш вопрос. Именно, С позиции, Психологии, Я хотел бы, Чтобы вы, Получили, Какую-то обратную связь, И надеюсь, Что, Ну, Хотя бы, Вам не будет, Жаль, Подраженных денег, Потому что, Ваш вопрос, Вполне могут, Не перенести, В разделки, В эфире, И он, Останется, Вот так. А если, У вас остались, Ко мне, Вопросы, Обращайтесь, В личку, Помогу, Если вам, Понравился, Мой ответ, Буду, Благодарен, Если, Сделать, Его, Лучшим, Желаю, Вам, Всего, Доброго, И, Удачи!